Ну а сейчас хочу рассказать вам про другие музеи, поделиться тем интересным, что мне удалось найти. Сначала я хотела рассказать, конечно, про музеи, в которых я была, в различных странах, но потом наткнулась на такие интересные вещи, что просто не удержалась и решила поменять свою презентацию. И начну я, наверное, с видео о музее, который открылся в 2012 году в Москве. И это видео, наверное, продиктует ближайшие 10 минут лекции. Спасибо. 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 Включаю видео, чтобы оно было фоном. И немножко поделюсь, чем это видео, кроме смешного шотландского акцента, и чем оно интересным было. Это подход использования компьютерной игры для рассказа о историческом сражении между шотландцами и англичанами. Здесь не просто фирма пришла и создала модель, 3D-модель с компьютерной графикой. Здесь использовались исследования сражений, создавали модель этой территории. Привлекались волонтеры, студенты университетов шотландских для тестирования этого проекта. То есть вы попадаете в такое большое пространство, такое купольное, где вы знакомитесь с героями, которые живут в то время. Они вам рассказывают про ситуацию, в которой происходит это сражение. И игра развивается между двумя командами, в которых может участвовать всего 30 человек. И также 30 человек могут наблюдать что-то вроде колизеи вокруг этой площадки. Есть ведущий, и у каждого человека есть часть военных, за которых он отвечает. То есть каждый человек, каждый ребенок или взрослый, он решает, как будет развиваться битва. Конечно, там есть алгоритмы, которые направляют битву в исторически правдивый момент, но все равно ребенок не может остаться в стороне и просто стоять и ковырять в стороне носа. Это один из примеров. Что интересно, разработчики технической компанией, которая занимается компьютерами, технологиями, они сказали, что они не сразу пришли с решениями такими технологичными. То есть они поняли, что это решение было просто хорошим ответом ситуации, когда сражение было, но боевого нету. То есть оно было в истории. как можно создать у человека опыт, какую связь с этим сражением, как не через игру, через компьютерную реальность. И вот они, собственно, это реализовано. Следующий проект у нас переносит в Нью-Йорк. Это в 2014 году открылся обновленный музей дизайна, в котором хранились тысячные коллекции полотен, бумажных полотен с различным дизайном, различные элементы дизайна, и они думали, как это все воплотить, как это все оформить в музей, чтобы было современно, полезно, чтобы приходило больше посетителей, и чтобы был какой-то отклик, чтобы это все работало. Тоже видео вам покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Подписывал Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Нар. Дима Торзок Дима Торзок 事ка ДИНА, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дворец был по площади больше, чем в Ресале, Ватикане 1500 комнат залов Остался один банкетный зал Представительный этаж Это помпезная кроватная комната И перед ними стояла задача Как рассказать о большой громадной махине Вайтхоле Которого уже нет Сейчас там Trafalow Square Big Ben Люди ходят, туристы Никто не знает Можно установить, конечно, панели Какие-то информационные Но они хотели чего-то нового Другого Более глубокого Проживания Истории Посетителями Участниками И Они не хотели Портить банкетный Зал Единственная комната Которая осталась от Вайтхола Никакими Современными штуками Историческую комнату И Решили устроить в том году Они устроили открытый конкурс Пригласили всех участвовать в этом конкурсе Нужно было придумать решение Условия были такие, что технологии могут быть использованы Но они должны быть инструментными Можно Без них Нужно создать Такое Что-то такое Что Что позволило бы Участникам Этого Мероприятия Пережить Истории Которым Богат Уайтхолк Которого уже нет Потерянный дворец Это называется проект И еще одно условие В проекте должен участвовать художник И техническая компания 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 Которая занимается Заработкой Технологии Если Здесь Технологии используются В том году Было выбрано Пять Прототипов Да И Они Были Протестированы И будут запущены Летом этого года Прям Огонь Расскажу Про два И Наверное Про первый Я сначала Покажу Видео Такая лентяйка Говорит Человек Идет Если Он Отходит От Какого-то Линия Сердце затихает Поэтому Он Дается Носи Дорогу Которую Сердце Бьется В центре Лондона В центре Ему Тебе Так Ракладывать 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 Она бьется, бьется, очищается и останавливается. А дальше? Вот такой прототип, как он называется, «Карце», разработал художник и компания. Это, собственно, заключительная проходка Карла Первого. То есть, он шел на свою собственную казнь, и вот это его бьющееся сердце. Это сердце, которое бьется, то есть, оно в руке у вас вибрирует, скажем так, как сердце. В нем есть GPS-датчик, который реагирует на пространство, собственно, на маршрут. То есть, вы отсходите с этого маршрута, оно исчезает, вам нужно вернуться. То есть, оно затихает, вернее, вам нужно вернуться на маршрут, и вы вот так проходите этот маршрут казни. Вот такой интересный, очень сильный проект. Но у них было выбрано шесть прототипов, все они разные. Они привлекали и специалистов из театра, перформансы, танцы. Еще один проект мне тоже очень симпатичен. Так получилось, что какое-то время жила в Европе. У меня были друзья, которые увлекались такими странными вещами, не очень мне казались странными. Это исторические реконструкции, но не такие, знаете, реконструкции глобальной, большие битвы, да, там, кольчуги, мечи. Мужчины, как мужчины, да, а это реконструкция таких маленьких исторических событий, да, там, какие-то интриги, там, ну, тоже исторические, реальные события. Вот у меня друг был такой, он прям сумасшедший. За год регистрация заканчивалась на это мероприятие. Он полгода готовил себе костюм, очень серьезно относился. И в течение двух дней жил в такой исторической реконструкции. Что предлагает, что предлагает одна из команд, которая победила в конкурсе потерянного дворца. Это тоже такая реконструкция историческая. Это одна из историй Вайтхола, когда, ну, Лондон, собственно, когда протестанты свергали короля католика. То есть все различные интриги, миллионы ролей. Вы получаете, собственно, роль на свой мобильный телефон. Здесь показано, собственно, три экрана. И вот на третьем экране как раз видно, что вы попадаете в какую-то ситуацию, вам предлагается действие и предлагается вариант ответа, который там вы получили. После этого вам приходит следующее продолжение вашей роли. То есть таким образом происходит такая реконструкция на территории современного Лондона про потерянный дворец. Вот это два прототипа, которые будут работать в Лондоне. Тоже можно купить билет, влететь и попробовать себя, походить с сердцем. Мне кажется, вообще очень мощно. И следующий музей, я, по-моему, не укладываюсь. Это британский музей, опять же. Это, по-моему, Samsung. Если не Samsung, то будет видно, если я не права. В одну из, в один из уикендов они устроили такой павильон виртуальной реальности. Про бронзовый век. Опять же, у меня есть видео. Я, наверное, байбанную часть пропущу и расскажу немножко, что это такое. Здесь, в павильоне, есть экраны, где можно посмотреть предметы, выбранные специалистами, кураторами зала «Бронзовый век» в Британском музее. Эти предметы можно посмотреть. И дальше вы одеваете такую вот маску, да, здесь шлем, да, здесь мобильный телефон, на самом деле. И попадаете в виртуальная реальность, где предметы из экспозиции или из архивов Британского музея, они существуют в доме, да. Вы можете посмотреть, как они были использованы, их покрутить. То есть, да, такая виртуальная реальность. Эта же компания, да, эта же компания использует виртуальную реальность в музее Аушвицца, в этом, этим летом тоже будет открыт, музей Холокоста. Записав несколько миллионов интервью с людьми, они создают такую базу данных, ответов, чтобы даже когда эти люди умрут, можно было всегда задать вопрос про Холокоста. Я рассказала про такие, такие крутые, современные технологичные проекты, и, наверное, буквально пару слов скажу про наш музей. Конечно, понятно, что все эти технологии — это очень много денег. Очень много денег, некоторые, конечно, технологии в музеях реализуются бесплатно, когда приходит компания и ProBono, да, чтобы как-то себя попиарить на рынке музейном, делает такие вещи бесплатно. Но в современном мире музейном вообще сейчас такая большая дискуссия, что вот эти технологии нужны они или нет, отвлекают ли они людей от предметов, от реальных историй, артефактов, от каких-то переживаний, от сам весь этот интерактив психологичный. И, соответственно, существуют музеи, которые просто отрицают эти технологии современные. Так было интересно, я в Фейсбуке задала вопрос друзей, спросила их, какие современные технологии в музеях они видели, что их заинтересовало в последний раз, куда они ходили. Там были разные примеры, там бегаешь по лестнице в музее, там музыка, там интерактивный экран. И вот мой друг один такой, конечно, зануда, юрист, но такую идею сказала, мне очень понравилась. Там самая лучшая выставка, которую я видела, это выставка книжных миниатюр в библиотеке иностранной культуры в Москве. Никакого интерактива. То есть иногда выставки работают и хороши, и уникальны, и потрясающи, и без современных технологий. В музее у нас, конечно, есть хэштеги. У нас есть хэштег «Музей Арсеньева», можете его использовать, если сегодня фотографировали. Мы пытались, пытаемся использовать современные технологии, конечно, но, мне кажется, мы сильны своей молодой командой и программами, которыми мы проводим. Создаем какой опыт, какие переживания мы создаем у пустителей через свои программы. Я, наверное, чтобы не задерживаться, у меня уже 31,5 минуты, наверное, закончу на этом.